Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами делаем обзор на новогодние подарки до 500 рублей. У меня здесь подарки разных кондитерских фабрик. Фабрика Аконт, подарочек Ты Кота. Это Ротфронт Бабаевский Красный Октябрь. Прикольный на самом деле подарок за 500 рублей. Кстати, все граммовки, цены я буду указывать здесь. Так, это самый легенький, самый дешевенький подарочек от Славянки. И вот такой вот классный подарок от Левушки. Мне он, я честно, очень нравится. И на самом деле я хочу начать вот с такого вот подарка от Три Кота. От Аконта. Тематический подарок в стиле мультфильма Три Кота. Давайте начнем открывать. Такс. И разворачиваем. Вы, кстати, писали мне про фабрику Аконт. Катя, попробуй. Мы с вами обязательно попробуем и сделаем обзор этих конфет. Ел я их пару раз в жизни, поэтому мне тоже интересно, что тут. Во-первых, все в пакетке. И все. И пусто. И пустота, ребят. Ладно. Окей. Давайте открывать пакет. И смотрю, завязан, знаете, просто так, как будто бы вручную. Так. Посмотрим. Я на самом деле... Вау! Я на самом деле ждала, что будут какие-то игрушечки в подарках. Но вот в этом подарке нет никакой игрушки, здесь только конфеты. Ну, давайте попробуем. С батончика начнем. Если честно, конфет здесь много. Ну, неплохой батончик. Батончик рот-фронт вкуснее. В целом понятно. Картошка вот, допустим, такая. Интересно, где эта фабрика производит конфеты? Это питерская фабрика? Это чебоксары. Вот эта конфетка не очень. Картошка. В целом, как я понимаю, тут конфеты, знаете, попроще, чем рот-фронт. Пока все, что пробуем, оно друг на другу очень похоже. То есть, может, я выбираю такие конфеты, но сами посмотрите. Вот это батончик. Это какая-то птичка. Но они прям абсолютно одинаковые. И друг на друга похожие. Ну, в целом, неплохо. Он стоит, по-моему, 499 рублей. Давайте попробуем вот такую вот красоту. Я на нее так, мне глаз упал. Ой, вафля. Такой, знаете, вафлей. Грубоватый. Знаете, это вафля, которая продается, такая круглая такие вафля. Ну, здесь просто с вареной сгущенкой. Видите, да? Ну, то есть, как будто бы вы сами это дома сделали. Честно вам скажу, этот подарок, ну, вот пока все, что я пробовала, как будто бы, ну, немного не стоит 500 рублей. То есть, я, знаете, ждала, что здесь будет какой-то, ну, может быть, какая-то раскраска хотя бы или еще что-то. Но здесь только конфеты. И вот можно вот тут вот такую вот, знаете, игрушечку для детей разместили. Давайте посмотрим вот это что. Что-то такое, хоть пирожное их. Ой, какое оно тянущееся. Ой, интересное. Интересное. Так. Хм. Ну, пирожное неплохое, кстати. Даже, я бы сказала, не то, что неплохое, а вкусное. У них хороший молочный шоколад. В принципе, правда вкусно. Знаете, похоже на Орео. Что-то такое. Неплохо. Но, также мы видим, что здесь очень много таких вот конфет, знаете, такого плана. Думаю, вы видите. Ну, то есть, это абсолютно какие-то сосулечки. Ну, которые просто забивают вес этого подарка. Вот. Опять же, вафли. Много вафельных. Есть, кстати, вот такой вот, такая вот конфета с кокосом. Давайте ее попробуем, ребят, потому что интересно тоже. Такие конфеты, они обычно имеют странный, знаете, вкус. Я думаю, что вы пробовали такие кокосовые батончики. Ну, давайте рискнем. Так. Ну, симпатично, вроде как. Неплохо. Знаете, это похоже на кокосовую ногу. Нормально. Ну, мне кажется, эта конфетка очень вкусная. Она здесь такая одна. Это, знаете, формат, как карамель с аракисом. Из такого вот, из интересного, в принципе, да все. Как вообще вам конфеты этой фабрики? Нямик. Ну, просто интересно посмотреть, что это за батончик. Посмотрите, какой. Обалденно, кстати. Очень вкусно. Знаете, такая коробка-помадка. Обалденно. Ребят, простите, сверлят, но... Ммм. Эта конфетка очень вкусная. Ладно, что она тут одна. Это что-то вот трио. Я думаю, типа Oreo. Тут их две. Думаю, не будем открывать. Давайте пойдем дальше. Вы поняли, да? В целом, какое наполнение. Вторая такая конфетка. Давайте тоже ее попробуем, откусим. Так. Так. Ну. Нормально. Вот по этим конфетам вообще, по фабрике Ахон. Как я понимаю, что у них действительно хороший шоколад. Они стараются. Наверное, по качеству эти конфеты... Они, конечно, уступают фабрике Родфронт Красный Октябрь, но не сильно. Хороший, потому что шоколад... Ну, неплохой подарок, правда. Но за такие деньги, то есть, если брать, да, сравнивать два, вот этот подарок или вот этот, я думаю, что вот этот будет поинтереснее. Ладно, давайте его пока оставим. Давайте дальше. Следующий подарочек, давайте откроем вот этот. Это от фабрики Славянка. На самом деле, очень красивый такой подарок в стиле Нового Года. Да, такой домик. Прям уж новогодний-новогодний. Какие здесь конфеты. Вываливаю. Опа. Кстати, тут немного. Ну, как бы... Нам-то хорошо, да? Ох, ну, все знают, тут классика. Любимые конфетки мои. Когда попробовала их первый раз, обалдела. Степ, Левушка. Ой, тут правда немного. Столько вот конфет, ребят. Ну, вы сами видите. Но он как бы и указан. Он, во-первых, дешевле всех стоит. Вот, но... Ох, интересно. Давайте попробуем. Они аж две вот таких вот положили. Это панакота. Давайте попробуем панакоту. Что это такое? Ох, я обожаю вот такие вот кексики. Вообще обожаю. Нормально. Ну, знаете, кексик как кексик. Надоели сверлить. Неплохой кексик. Из такого, что здесь еще есть? Есть вот такие вот мармеладки. Ну, давайте попробуем. Я ни разу не пробую мармеладки их. Медвежата, ну... Кстати, почему не львята? Да? У них же Левушка. А, у них не Левушка. Нет, ребят. Хотя Левушка это вот это. А, Левушка ведь тоже славянка. Ммм. Ну, ладно. Кстати, мармелад вкусный. Знаете, не сказать, что прям он сильно уступает. Фрутелли. Вкусный мармелад. Удивительно. Оратис карамель изюм. Такой вот, знаете, степ. Давайте тоже попробуем. Видели, не видели, не знаю. Я только вижу впервые степ. Ой, знаете, похоже на пикник. Так. Опа. Угу. Ну, неплохо. Наполнение мне понятно. Это маленький подарочек. Он самый дешевый по цене. Ну, и, в принципе, он оправдывает себя. Вот единственное, что... Здесь есть вот такая вот конфета. Банановая. Для любителей желешек. Тут, знаете, сложно сказать, какой из этих подарков лучше. Здесь намного больше конфет. Тут вы видели сами очень мало разнообразия. Если бы я брала, наверное, я бы все-таки взяла вот этот подарок от фабрики Окон, потому что здесь больше конфет. Но и стоит он на, по-моему, 200 рублей дороже. Ребятки, ну, давайте-ка посмотрим вот этот шикарный подарок. Ну, во-первых, он, по-моему, один из самых дорогих. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Вот так вот он мило открывается. Ой, ребят, простите. Я порвала все. Так вот он открывается. И внутри у нас такая вот... Такой пакет. Такой вот пакетик внутри. Знаете, что меня расстраивает? Что вот в этих подарках, которые, в принципе, не самые дешевые по цене, они относительно... Ну, они бюджетные, конечно. Потому что есть дороже. Но все равно они не самые дешевые. Здесь нет никаких... Ну, каких-то хоть магнитик, допустим, да? Чего-то такого здесь нет. И только пакета. Но сразу вам скажу, что этот подарок, он помощнее. Потому что у нас здесь есть сразу идет тульский пряник. Вот такая вот штука. Такая вот конфетка. Такая вот шоколадка. И остальное это у нас конфеты. Ну, вы видите, я думаю, сами их. Из интересного... Из интересного что здесь? Морской бриз, допустим. Что это такое? Кто пробовал, кто знает? Давайте попробуем и узнаем, что это за конфетка такая. Ой, она твердая. Ммм. В стиле ласточки. Знаете, типа ласточка-булевестник. Вкусно. Я когда делала обзор на Родфронт. Ну, знаете, говорил там, мне там то не нравится, то не нравится. По факту вот сейчас пробую. Самые вкусные конфеты у нас. Мак, мак. Ой, тут он немножечко рассыпался уже. По факту, самые вкусные конфеты. Одни из качественных конфет. Весна. Просто, знаете, просто интересно, потому что не пробовала эти конфеты. Весна типа василька, знаете. Подарок он выигрывает. У остальных. Есть вот, правда, какие-то такие вот конфетки. Это все вообще-то чьи конфеты-то? Это пензенские. Ну, знаете, это мы сталкиваемся с тем, и вот это, мне кажется, тоже опробую, это все пензенские. Что сам завод Бабаевский, да, вот это вот, это объединение Бабаевский-Красный Октябрь-Родфронт, они упускают пензенские туда вот. И почему-то они решили в подарок положить именно, да, там не ту ромашку, которая-то обычная, а вот такую, для пензы. Я не знаю, может быть, это в целях дешевизны сделано, чтобы удешевить. И также здесь есть и, ну, все наши любимые хорошие конфеты такого вот плана. Они тоже есть. Тульский пряник, да, тоже производится, видимо. Ребята делают. Ну, короче, и рис положить даже. Тут нету, знаете, сосулек. Вот единственная самая дешевая конфетка здесь это ириска. Попробую что-то кусить. Нет, не буду. Не прожую. Моих любимых столичных не оказалось. В общем, ребят, ставим этому подарку. Пока что он у меня фаворит. В общем, я бы взяла, если бы я брала из этих подарков, пока что я бы взяла вот вот этот. Потому что цена у них небольшая, конфеты здесь лучше. И в отличие в отличие от фабрики Аконт, Аконт все-таки постарались, знаете, вес забить карамельками. Здесь вообще такого нет. Здесь есть только ириск. Конечно, Аконт прикольнее. И, знаете, для любителей мультфильмов, для детей, конечно, может понравиться чуть больше, чем вот такой вот подарочек в стиле советском. Тут даже, мне кажется, знаете, это Шурик из Проключения Шурика. Давайте дальше. А вот, собственно, из Аконда. Ну, то есть там вот много таких конфет. Это не круто. Ну, и вот такой вот тоже у нас. Они, кстати, прямые конкуренты, потому что этот стоит, мне кажется, ровно столько же, сколько подарок от Бабаевского от Славянки. Открываем, ребят. Классный чемодан. Вот, слушайте, вот это очень классно выглядит. Да? Может быть... Ну, посмотрите по конфетам. Вообще немного. Давайте я вам покажу. То есть тут вот мы уже видим дно сразу. То есть их чуть-чуть здесь. Два чупика. Жевательные конфеты. Два чупика. Опять же, два таких вот итальянских пая. Вот такая штукенция. Знаете, как она называется-то? Мармеладка. Оба! Ничего себе! Это что? Это какая-то сласть. Ребят, это не... не степ. Как мы все привыкли. Давайте пробовать. Интересно. Сласть. А, это нуга. Если степ это сникерс, то сласть это Марс. Да? Угу. Да, видите, прям нуга. Конфетка с ананасом. Дети явно это отцея. Степ. Левушка. Вот такая конфета. Кокосовая. Такие. Сейчас попробую. И шоколадка. Целая шоколадка, это круто. Давайте-ка попробуем ее. Целая шоколадка от славянки. Вообще такое видели? Я нет. Потому что я от них видела бы, что конфеты. Так вот она выглядит. Шоколадка от славянки. Со смайликами. Современно прикольно. Сам шоколадка нормальный. Знаете, он... Он молочный. Сладкий и молочный. Он не... Знаете, он не напоминает масло растительное, да? Нормальный шоколад. Мне кажется, очень сладкий. Честно, по мне. Но неплохой. И давайте в такую конфеточку еще попробуем. Которая здесь была. Из нового. Потому что я такой не пробовала. О, тут у них еще написано внутри. Такая помадка. Ребят. В целом... Давайте подведем итоги. Наших подарков, которые я уже раскрыла. Замучила. Что я вам советую? Вот от души, от себя. Вот этот подарочек, он маленький. Тут нечего ребенку есть. Его я не советую. Пацана сладкая, привлекательная. Но, как бы, он прикольный, красивый. Может быть, как... Ну, неплохой вариант. Вот этот подарок. Фабрики Аконт. Они, конечно, здесь положили много интересных конфет. Но также постарались забить вес карамельками. Что мне не очень понравилось. При этом у него обалденная упаковка. И сами по себе конфеты интересные. Я бы его взяла. Я бы его взяла. Но, если бы... Не было. Наверное, моего любимого подарка. Это вот этот. Ну, потому что... Вы сами видели. Ну, мне просто вкуснее эти конфеты. Левушка, конечно, выглядит классно. Ну, и вот, может быть, из-за вида кто-то возьмет. Такой сундук. Ну, я бы, да, посмотрев, что здесь внутри, сделала выбор в пользу такого подарка от Бабаевского Рудфронта. Потому что просто конфеты вкуснее. Все. И более разнообразный выбор. Здесь все-таки мало... Знаете, как бы... Всего лишь одна конфетка степ, одна та конфетка, два этих пирожных, шоколадка. Нет разнообразия. Это очень разнообразный подарок. Классный. И вот сами видели, что можно его покупать. Ребята, в целом, все. Вы сами, конечно, для себя решите, что для вас вкуснее, лучше. Как вам вообще такая идея? Делаем ли дальше? Делаем ли более дорогие подарки? Посмотрим, сравним. Но пока что... Тут меня особо ничего не впечатлило. Даже нигде никто не положил игрушку. Грустно. Даже магнитик, охладительник никто не положил. Ну, по конфетам вот это вот, да. Все. Я не знаю, в нашем детстве были игрушки в подарках? Вроде бы тоже не было, да? А может и были какие-то. Не помню. Ну, вот так. Спасибо вам большое, что вы побыли со мной, послушали меня, послушали дрель соседскую. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ребят. Пожалуйста, не забывайте подписаться, поставить лайк, нажать колокольчик, если... Ну, это уж вообще, если... Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok